Всем парк привета! Сегодня я хочу поделиться с вами результатами своих двух последних обменов. И вообще поговорить с вами про обмены, про их сплошные достоинства. Ароматы будут очень интересные, поэтому оставайтесь со мной. Давайте начнем с того, что такое обмен. Просто зачастую у многих из нас, у меня в том числе, оказываются ароматы, которые потом очень сложно продать. Они вам вроде как и уже и не нужны, или сразу стали не нужны, если это случай слепой покупки. Но продать их очень-очень сложно. Либо они недостаточно дороги, чтобы как-то окупить себя с учетом стоимости доставки, либо они недостаточно популярны или расхайпованы, чтобы найти быстро новый любящий дом. Ну, в общем, такие висяки встречаются у всех, уверенно. И если мне скажете, что у вас таких нет, я вам, честно говоря, не поверю. У меня их много, и благодаря нашей замечательной группе на Facebook, канадской, отмечу, мне зачастую удается прекрасно обменять ароматы, расширить свой парфюмерный гардероб, помочь своему, так сказать, визави сделать то же самое. И не мучаться с мыслями, что же мне делать с этими флаконами. Я, конечно, за любовь к ближнему, за раздаривание и так далее, но все же увлечение не дешевое, и как-то приходится включать голову и ответственно относиться к своим расходам. Поэтому я не раздариваю, честно вам скажу, не раздариваю все, что мне не подошло. Я стараюсь ей либо продать, либо обменять. Вот такая вот история. Касательно обменов на территории России, я не знаю, насколько это у вас распространено, но я нынче так воодушевилась своими обменами, что открыла новую группу в Телеграме, которая называется Perfume Exchange. Я отставлю название, вернее, это канал, где вы можете обмениваться ароматами при желании. И надеюсь, что группа это вырастет и станет больше предложений, и, соответственно, она будет иметь не успехов, будет, в общем, полезна для тех, кому обмены интересны. Вернемся к моим обменам. Я обменяла... сначала расскажу про первый. состоящий из двух ароматов. Я обменяла Angel Schleser Oriental Absolute и этого Green Lover, зеленого любовника. Вот эти два аромата. Если Angel Schleser я как-то вот любил, на самом деле, и носила его, это интересная очень шафранная роза, то вот с Green Lover у меня не заладилось буквально сразу, и сколько бы подходов я к нему не делала, ничего не помогало. Ни мой-то любовник, так сказать, не тот... не то пальто. На что я их обменяла? Давайте вам покажу. Ну, вообще, давайте я начну с первого аромата, который меня просто восхитил. Я никогда не была поклонницей дома карти, как-то мне ничего не заходило, я пробовала некоторые ароматы, но мне ничего не нравилось. А вот тут... А тут все получилось, все сошлось, звезды сошлись, и мне он очень понравился. Это поцелуй дракона, парфюмерная вода. Это как раз тот самый шипр, который я буду носить с большим удовольствием. Вот скажите мне, почему я села снимать видео с какой-то дурацкой резинкой на руке? Я всегда ее таскаю, чтобы необходимости собрать волосы. Вот такой вот флакон. Не могу сказать, что мне очень нравится форм-фактор. То есть я скажу, что он мне совсем не нравится, но содержимое флакона восхитительно и очаровательно. Вот этот флакон. Уверена, что я, как всегда, запрыгиваю на последний вагон уходящего поезда, и вы уже все знакомы с ним много лет давно и глубоко, и подробно. А мне вот только сейчас довелось. Он у нас не представлен в магазинах, поэтому у меня не было возможности с ними познакомиться, так вот точно, не заказывая слепую. А вот по обменам получилось очень-очень удачно. Это тот самый шиприк, который мне нравится. Он даже такой, он очень, он такой внезапный, вы знаете, он начинает так. Побуду-ка я шипром. Я же шипр, правильно? То есть по пирамиде, в принципе, он не шипр. Там нет дубового мха, но мне кажется, вот то, как у меня звучит, это все-таки шипровое направление. Однозначно, я его услышала, с рассказа, это шипр. Здесь почули вот такие вот шипристые. Не у шипр, хотя аромат очень старый. Или не очень старый. Ну, не молодой, а в всяком случае. Примерно как я. Не по возрасту, а по сути. Вот, и он такой, я шипр. Пошипрюли-ка я немножечко. Я такая, о, классно, сейчас мы будем шиприть. Нет. В итоге, потом он такой, вдруг, знаете, у него там бабочки, цветочки, когда он побежал, отвлекся, шладенько что-то там, конфетки, печеньки, какао. В общем, потом начинается гурманика, очень-очень приятная гурманика. И я вот прям отчетливо услышу какую-то горечь. Горечь шоколадную, миндальную. Здесь очень-очень классно. Миндаль здесь, кстати, для меня не цианидный, а он скорее такой горький, больше напоминающий мне вкус, я не знаю, вот этой кожуры или шкарлупы, хотя я их не ем, но я так предполагаю, что, вероятно, они как-то вот так звучат. Это очень вкусно. Это где-то гурманский, да, это чуть-чуть, чуть-чуть пыльновато, горьковато, какао, порошково, орехо-порошково, вот что-то вот такое. Потом начинается очень интересная метаморфоза с этим товарищем. Вот он, значит, побегал за бабочками, и вдруг он увидел поле магнолий. Ура! Мы бежим в магнолий. Не знаю почему, но я здесь слышу, как на каком-то этапе, вот цветочном, на цветочном этапе раскрытия этого аромата у меня почему-то магнолия. Вот такой вот, а магнолия для меня звучит цветочно-хлебно. Я не знаю, чем это объяснить, но вот так, вот так у меня. Это вкусно, это вкусно, но немножечко затянуто на мой, на мой вкус. Я бы всё-таки длительность вот этой миндальной какао-фской стадии продлила бы за счёт магнолиевой. Но аромат, вот он такой, от магнолии побежал куда-то ещё, потом вот в базе он вернётся опять в тёмный горький шоколад и миндаль. В общем, аромат потрясающий, потрясающий. Мне с ним так интересно, у меня с ним просто приключение. Я с ним бегаю по всевозможным местам, полям и лугам, забегаю в кафешечки, закусить, отхватить шоколадочку, запить это кофейком и орешками. Ну, в общем, классный, классный, интересный, очень интересно развивающийся, раскрывающийся аромат, действительно, игрею. Я буду его ещё носить, я поносила. Я буквально ушла с ним за пой на пару дней с большим удовольствием. Ой, ну вот интересный. Правда, от шипра от него остаётся немного, чуть-чуть в базе. Когда он так приходит в базе, он вдруг вспоминает. Ой, да я же шипр. Шиприм дальше. Но уже не так активно. Классный аромат, мне понравился. Напишите мне в комментариях, знакомы ли вы с вот этим поцелуем дракона и какого вы о нём мнения. Кстати, возможно, вы заметили, что я заметно побелела. Это меня никто не испугал. Меня не накрыл приступ горя, и я вся побелела. Я просто добавила переб, что я делаю эпизодически. Ну, вернее, раз в полгода. Вот такое у меня эпизодическое убеление. Второй аромат, который мне пришёл по этому обмену, это фенди. Фенди теорема. Аромат снятый, насколько я понимаю. Интересная штучка. Когда я его нанесла, мне сначала послышались какие-то такие ванильные лимончики, что-то вот такое. Но вот, видимо, день был не тот, звёзды не сошлись. На следующий день звёзды сошлись, и ко мне пришёл кардамон. Пришёл кардамон, он чувствуется очень отчётливо. Я буду его разнашивать. Очень люблю кардамон. Но мне вот интересно, уйдёт ли вот эта вот такая немножечко раздражающая меня сладость. Я её не сильно люблю. Это, знаете, сладость в стиле... Я всё время их, вы знаете, My Sand и My Name, потому что именно там присутствует вот эта вот ванильная сладость, которая меня раздражает. Здесь она тоже есть. Но здесь есть очень приятный, очень нежный, очень деликатный кардамон. Поэтому буду носить и изучать. Вот мне вполне хватит этого количества. Видите, опять прекрасный обмен. Сейчас я вам быстренько покажу ещё флаконы, которые мне пришли, но уже в другом обмене. Мы будем о них говорить. Я просто ещё не успела их хорошенечко разносить, чтобы понять, что я о них думаю. Ну, так, по первым впечатлениям я могу сказать. Первое – это Atelier Cologne. Atelier Cologne in Sainte-Geneye. Или как-то так. Вот здесь название. Я пропишу. И данный аромат – это, конечно, Ladan. Вообще очень неплохо. Первое впечатление было очень положительным. Я люблю ноту Ладана. Люблю. И у меня достаточно много ароматов с этой нотой. Второй аромат – это Sonya Riquel. Да, Sonya Riquel называется Woman. И это у меня туалетная вода. Я никогда не обращала внимания на этот дом, хотя слышала и про плечики, вот эти вот, да, свитрочки, как их там называют. Но как-то вот руки мои не доходили до ароматов. И мне он очень понравился. Я обязательно о нём расскажу. Но это вот прям нежнятина. Нежнятина – прелестная, чудесная, замечательная. И тоже, полагаю, снятость. Ещё один аромат, который мне пришёл. И тут я ещё раз вступаю в эстезию ванили. Это сложная для меня нота. Не всегда она мне нравится. Не всегда я проникаюсь к ней любовью. Но продолжаю искать. Знаете, как этот ёжик кололся, но продолжал жевать кактус. Вот это вот прям моя история. И это у нас Anigutale. Из их линейки Les Absalus ванилия Charnel. Да, вот такой вот. Зачем я сняла крышку предварительно? Вот такой вот флакон. Я никогда его не видела. И очень была довольна получить его по обмену. Первое впечатление было очень положительное. По-моему, такая достойная ваниль. Я её ещё не разнашивала. Я хочу к нему подойти серьёзно. Всё, как мы любим. И хорошенечко разносить. Ещё мне удалось получить в свои, так сказать, загребущие руки аромат от Дианы Вриланд. В какой-то момент эти ароматы появлялись у нас. И появлялись они довольно дёшево. Я почему-то не купила. Не знаю, читала отзывы, что-то меня не зацепило. Но тут он попался на меня по обмену. Я взяла этот конкретный. Называется Perfectly Marvelous. Вот. И вот такой вот замечательный аромат. Это замечательный нас. Мне. Опять же, разнашиваю аромат. Показался очень интересным. Вот такая магнитная у него крышечка. Которая, кстати, иногда работает, иногда не работает. Здесь помню, здесь не помню. Интересный. Опять же, обязательно буду о нём говорить подробнее. Это я вам сейчас так, просто бегленько показываю, что есть. И я получила Кейко Мичери Wild Berries. Ой, как-то я заляпала его и показываю. Фу, как некрасиво. Опять же, расскажу. Ощущения пока у меня такие разнообразные по поводу этого аромата. Но буду разнашивать. Опять же, не хочу полагаться на первое и такое малоовоснованное впечатление. И последний аромат. Ладно, вот тут я его уже купила, просто в довесок к обменнику я купила этот аромат. Это Энди Тауэр. Я очень люблю этот дом. Это один из моих любимых своих домов. Это потрясающий, совершенно аромат. Казается, Дэпи-си, что-то такое. Вот, ну, в общем, классный. О нём буду рассказывать отдельно. Возможно, сделаю видео про своих Тауэров. Их становится у меня как-то много. Ну, не то, что много, но парочка флаконов точно есть. Так, рассказала быстренько, пробежалась. Молодцы. И я не хочу сегодня затягивать видео, но под конец видео хочу, кстати, поблагодарить всех. Во-первых, все, кто участвовал в разгадке моей загадки в последнем видео касательно ароматных, парфюмерных вопросов. Большие молодцы, видимо, я плохой врун, но полагаю, что это вы просто у меня такие умные. Есть три победителя, есть темы. Темы такие непростые, поэтому мне нужно будет к ним готовиться. Я обязательно выполню. Кроме того, по опросу, который я выставляла ранее, у нас победила тема мёда. И я о ней тоже буду говорить. У меня есть, что вам рассказать. За мёдом я гонялась долго и упорно. Это вот так вот по темам. Если вы ещё не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Буду счастлива видеть вас в кругу своих друзей. Оставляйте комментарии. Убеждена, у вас есть, что сказать про ароматы, о которых я сегодня говорила. И, конечно же, лайки, дизлайки приветствуются всегда. Я вас люблю, обожаю, целую и до новых встреч. Пока!